Решила посмотреть, что за памятник и кому монумент оказывается лейтенанту Чезаро Батисты, который был предводителем альпинистов. Не альпинистов, а альпины. По-итальянски называются альпины. Это такие войска итальянские. Айтерна Глория де Батальоне Альпини, Веченца Бассана, Валёгра, Вальбрента, Монта Берикос, Эте Кумуни, Монта Пасубьо и Дель Реджионе Арт Монтания. 53-й год построили, вы представляете? Как вы думаете, что это за птицы такие? Странный памятник, да? Орёл, да, это? Как вы думаете, это орлы же. После двух дней дождей... После двух дней дождей... Посмотрите внизу Веченца. Монта Берико. Вот это вот за паркингом центра Веченцы. Такая гуляю по свежему, по свежему воздуху после двух дней дождей. А вот это вот Альпилигрина, вот это вот бар, который вкусный, где готовят вкусные-вкусные торты, всякие выпечки. У них своя пастичерея собственная. Так, это кому памятник? Сейчас прочитаем тоже. Мать с ребёнком. Мать с ребёнком... Написано что-нибудь? Свежайший воздух в холмах. У меня ничего не написано. Что-то написано? Грация, мама. А, грация, мама. Спасибо, мама. Ласточки, дети. Солнышко. Сегодня Мелисса со своей мама и папа поехала в Верону. В термальные воды. Оказывается, в прошлый раз они когда ездили со всей семьёй, им подарили четыре входа бонус бесплатно, чтобы они ещё приехали. Видимо, понравились хозяевам, директору этого термия Вероны на букву А. Не могу запомнить, как-то вот называется Аква, что-то там. Но мой сын показывал, говорит, если хочешь, давай ты тоже поехали с нами, но в понедельник, потому что они в понедельник не работают оба, мама и папа Мелиссы. Но я в понедельник как раз таки работаю, не могу. А в субботу-воскресенье дождь такой сильный был, но тоже надышалась дождливым воздухом свежим. Вот он город Веченца. Чита называется по-итальянски город. Чита-де-Веченца. А-а-а! Уже почти четыре. Ха-ха-ха! Сегодня я поздно вышла на перерыв. А, кто у нас тут? А, не вешают здесь кого? Не вешают. Кто умерли? 62 года, 93 года, 86 и 92. А, хорошо пожили Мария и Джина по 93-92 года. И они поехали туда. Сейчас вот моя невестка прислала видео маленькое. Ну, я говорю, сделайте мне обзор этих термальных вод. Хочу посмотреть, если мне понравится, то я тоже приеду как-нибудь. Рядом же здесь Веченца Верона. Но что-то мне не очень-то и понравился на видео. Наши термальные воды и Монтегро-Тааба на терме в 100 миллионов раз лучше, потому что настоящие термальные воды к тому же. вот сейчас спущусь. Вот так вот поднималась, 10 минут поднимаюсь вот так наверх и 5 минут спускаюсь. Ой-ой-ой, девчонки, как я вчера заснула в 9.30 вечера и в 7.30 утра проснулась. Вот прям спала, спала, спала так долго, отрубилась просто. Так классно посидели с девчонками, девчонками. Дочка и мама, потом друг моей подруги, украинец, 39 лет, и их друг итальянец, 56 лет. Короче, посидели хорошо, выпили красного вина, холодец съели с хреном русским из русского супермарката. А хрен был цвета свекольного, потому что, оказывается, в русский хрен добавляют еще свекло. В принципе, это первый раз ела такое. Но я думаю, что хрен — это васаби, да, по-японски, потому что тот же вкус. Ой, девчонки, всё хожу, брожу, свежим воздухом дышу. Я не ленюсь, потому что это делает, даёт тебе здоровье прогулки, чем просто сидеть или лежать, или на машине ехать. Надо вот ходить, ходить и ходить. Ту-ту-тфу. Благодаря пешком ходить, моим прогулкам пешком, я ничем не болею, слава богу. Ту-ту-тфу. В этом году даже не заразилась никакой инфлюенцией, никаким гриппом, никакой простудой. Надеюсь, что так и продолжится. Я вот сейчас посмотрела — это, оказывается, тоже какая-то крепостная стена внимательно прошлась по той тропинке, посмотрела через забор. Внизу поля крестьянские. Я думала, город внизу, оказывается, поля. Вот эта вот вилла, всё, думаю, чья это вилла. Монашки живут. Или кто живёт? Написано. Фурниторий. В принципе, написаны фамилии, наверное. Частные люди живут, приватные. Частный дом. Бывшие, наверное, какое-то владение монастыря, бывшего от церкви. Всё, девчонки, салютую. Всем пока-пока. Привет из Италии. Готовят. Готовят. Горно. Горно. Вы живёте здесь или вы в рецепте? Да, живём здесь, в этой резиденции. А, не в отеле? Нет. А, не могу пренотать здесь? Нет. А, у меня моя семья хотела приехать, я думала, что в отеле. Нет, нет, нет. А, почему написано «отеле две стены»? Потому что, в первую очередь, это был отель. А, окей, спасибо, лучше знать. Ой, девчонки, это косы не отель, это резиденции. Наверное, молодёжь, студенты живут. Говорит, раньше был отель, а сейчас, говорит, это резиденции. Тут, я смотрю, велосипеды. Видите, вот здесь вот эта вот вилла, Веченца. А вон там он, Сантуарио. Я так скоро, уже три часа, уже потеряю кипарисы. А, как жаль, одна моя подруга, украинка, хотела приехать. На дни, когда будет выставка золота, Веченца. Хотела дешёвый отель. Но, к сожалению, это, оказывается, не отель. Хоть узнали, что не отель. Представляете, вот это, Сан-Рафаэле. А написано «Алберго Сан-Рафаэле». Сделали резиденции. Ну да, сейчас студенты по 550 евро. Койко-место, конечно. Всем здоровья и добра. Всем привет, привет, привет. Сегодня солнышко, чтобы быть на термальных водах. Но я чуть-чуть... Горло болело у меня. Приболела я. Выпила аспирин, выпила горячего чаю. И всё равно вышла на улицу. Мне неохота терять это солнце. Надела кашемировое пальто. Надела шапочку кашемировую. И иду такая вся вдоль Чагабана. Всем привет, когда больная. Не очень-то.